Быть первым привилегия мужества Десятый месяц плавания застал их на Нукахиве, острове в далекой Полинезии, населенном людоедами. Телекомпания «Контраст». Русское географическое общество представляют «Нива и надежда». Первое русское плавание кругом света. Третья серия. Спонсор показа – Бинбанк. 20 лет вместе с вами воплощает мечты в реальность. Реклама ОАО «Бинбанк». На Нукахиве живет сегодня всего-навсего 2700 человек. И хотя многое им приходится привозить с ближайшей большой земли, Таити, они ни в чем себе не отказывают. Во всяком случае, свинина здесь теперь никакой не дефицит, какой была 200 лет тому назад. Это оказалось полной неожиданностью для наших моряков. Но кто мог бы предположить, что из-за обыкновенной хрюшки разразится международный скандал. Начался торг кокосами, плодами так называемого хлебного дерева и разными редкостями. Мы спускали с борта веревку, за которой плавающий привязывал свои товары. А потом ему опускался обратно кусок железного оборча. Обыкновенная наша плата. Невзирая на все старания, не могли мы достать свиней никаким образом. В три дня получили только две. Одну, как от дарок за попугая, другую за большой топор. Некто из наших недоброжелателей, приехав на берег, распространил слух, будто бы король задержан на корабле надежды и сидит в оковах за то, что не согласился подарить привезенную им свинью. При этом возмутился весь залив. Множество островитян окружило наш баркас. Неизвестно, какими событиями и каким обедом на острове людоедов могло бы закончиться это недоразумение, если бы не посредничество англичанина. Ему с трудом удалось успокоить своих новых соплеменников. Робертс всячески старался уверить их в несправедливости распространенного слуха. Однако же все было тщетно, пока сам король, приехав к толпе, не уверил ее, что он не видал ни от кого никакой обиды. В конце концов, Крузенштерн отдал приказ за старое железо покупать только жизненно необходимые припасы, а топоры менять строго на свиней. Но купец Федор Шемелин, входивший в свиту Рязанова, ослушался и поменял топоры на украшения. Крузенштерн сделал ему выговор, Шемелин пожаловался к эмергеру. Так свиной вопрос окончательно рассорил наших героев. Здесь господин амбассадор обнаружил вовсе свой характер и открыл черную свою душу. И упомянул, что он все, а капитан ничего. Сказал я ему, не стыдно ли ребячиться и утешаться тем, что не давать мне способов к исполнению на меня возложенного. Вдруг закричал он на меня. Как вы смели сказать, что я ребячусь? Так, государь мой, сказал я, весьма смею, как начальник ваш. Рязанов в сущности позволял себе гораздо больше, чем это было положено по его рангу, приказу императора и остальным его карт-бланш. Шканцы имеют равные права на суд. И никто не вправе бросать обвинение в лицо капитана в присутствии всей команды. Определенно, сегодня будет ужасный шум. Слово «шканцы» для сухопутного уха может забавно, а для морского почти святое. Это главное место на корабле, где капитан обращается к экипажу, где перед строем зачитываются приказы. По морским законам здесь нельзя неприлично себя вести, например, кричать и ругаться. В былые времена шканцы располагались на корме, неподалеку от штурвала. Ну а теперь вот здесь, на шлюпочной палубе. Господин Крузенштерн собрал своих матросов на шканцах и сказал, коммергер Рязанов сегодня публично заявил мне, вы ребячитесь, вы будете разжалованы в матросы. После этого я не могу дольше оставаться командиром. Созвали экипаж, объявили, что я самозванец, и многие делали мне оскорбления, которые при изнуренных уже силах моих повергли меня без чувств. Вдруг положено вытащить меня на шканце к суду. Он по третьей просьбе вышел на шканце в туфлях без чулок, лучше сказать, как совершенная невежа. И в таком-то образе прочитал его императорского величества повеление, по которому он начальник. Со времен Петра Первого было заведено на всех судах, идущих под Андреевским флагом, вся власть принадлежит капитану. Все, кто находится на борту, независимо от должности, звания, ранга и положения, в его полной власти. Полномочия, полученные Рязановым, подрывали единственную твердыню, на которую может опереться моряк в открытом море. Морской устав. Прочтя им высочайшее ко мне повеление начальства, услышал хохот и вопросы. Кто подписал? И отвечал государь наш Александр. Да кто писал? Не знаю, сказал я. Кто-то не знаю, кричал Лисянский. Мы хотим знать, кто писал, а подписать-то он все подпишет. Если бы об этой неосторожной фразе Лисянского узнал император, с карьерой молодого капитана было бы покончено. Рязанов мог бы этим воспользоваться, но вместо доноса в Петербург он написал жалобное письмо генерал-губернатору Кошелеву на Камчатку, куда дальше направлялась экспедиция. Казалось, Камергер оставляет себе пространство для маневра. Я едва имел силу уйти в каюту и заплатил жестокой болезнью, во время которой доктор ни разу не посетил меня. Хотя всем известно было, что я едва не при конце жизни находился. Ругательства продолжались, и я принужден был. Избегая дальнейших дерзостей, сколь не жестоко мне приходилось проходить экватор, не пользуясь воздухом, никуда не выходя до окончания путешествия. Рязанов – вельможа Екатерининской эпохи, когда лоши притворства были частью атмосферы двора. Но на корабле его актерство не было востребовано. Отсутствие Камергера на палубе воспринималось как благо, и в причины никто не вдавался. Мне жаль, если наш рассказ разрушает романтический образ, известный по всеми любимой опере Юнона и Авось. Но герой оперы и его прототип не всегда одно и то же. Кроме того, будем справедливы. Если бы не настойчивость Николая Петровича, этой экспедиции не было бы вовсе. Крузенштерна же, похоже, гораздо больше беспокоил недостаток провианта, чем склоки с Камергером. Испытав на острове Нукагива крайний недостаток в мясной провизии, не советую я мореплавателям приставать к этим островам. Кокосовые орехи составляют почти единственную свежую пищу, бананов и плодов хлебного дерева немного. На рассвете 17 мая корабли снялись с якоря. Вскоре они уже были в открытом море и взяли курс на Гавайские острова. Тогда их называли Сандвичевыми. И тут обнаружилось, что на палубе спитну Кухивец. Оказалось, что это одичавший француз, тот самый, чьи козни недавно едва не привели к гибели моряков. Настоящее его имя было Жозеф Кабри. Лодку уже нельзя было ему дать, так как мы были слишком далеко от берега. Мы предложили ему доску, но он не отважился пуститься на ней, так как боялся акул. И так он остался у нас. Лихомысленный человек этот Жозеф. Так быстро он забыл французский язык, но как легко он воспринял обычай дикарей. Пройдет много времени, прежде чем его снова можно будет считать европейцем. Надежда доставила француза Жозефа Кабри до Камчатки, откуда он уже самостоятельно добирался до Петербурга. Необычная судьба этого человека и его татуировки принесли ему славу второго Мюнхгаузена. А ловкость в плавании обеспечила должность учителя в морском кадетском корпусе в Кронштадте, где он и прожил остаток жизни. Ну, едва ли хуже, чем среди каннибалов. К началу июня экспедиция достигла Гавайских островов. И здесь корабли снова разделились. Надежда отправилась на Камчатку и далее в Японию, а Нева и берегам Аляски. Пункт назначения — Павловская бухта на острове Кадьяк, столице Русской Америки. После мыса горный острова Каннибалов эта часть плавания представлялась морякам тихой и скучной. Но они ошибались. Русской Америкой с 1799 по 1867 год назывались владения Российской империей в Северной Америке. Полуостров Аляска, Алиутские острова, Александровский архипелаг и некоторые поселения на побережье Тихого океана. Спустя 11 месяцев и 3 дня после расставания с Надеждой Нева благополучно достигла цели. Я первый из русских, предприняв столь трудный и дальний путь, достиг места своего назначения, не только не имея на своем корабле ни одного человека больного, но с людьми, которые были еще здоровее прежнего. Все это приводило меня в радостное восхищение. Сейчас Кадьяк никакая не столица. А самой что ни на есть, медвежий угол одноэтажной Америки. Маленькая православная церковь, музей баранов с ударением на последнем слоге, едва ли не главная ее гордость. И все это на единственной улице, которая тоже носит имя одного из наших героев. Субтитры создавал DimaTorzok Кадьякцы среднего роста, широколицые, широкоплечие. Мужчины обыкновенно свои волосы распускают по плечам, а женщины, подрезав их около лба, вяжут сзади в пучок. Одежду жителей составляют парки и камлейки. Первые шьются из шкур морских птиц или звериных кож, а последние из севучих, нерпичьих и медвежьих кюшок или китовых перепонок. Российско-американская торговая компания была основана в 1799 году русским Колумбом, купцом Шелиховым, тестем Николая Рязанова. Компания торговала добытыми мехами, моржовыми клыками, китовым муссом, ворванью. Но ее главной задачей было укрепление далеких колоний. Управляющим компанией был Александр Баранов. КОНЕЦ КОНЕЦ Самое старое из сохранившихся здесь русских зданий. Дом начальника Аляски Баранова, от которого уже много месяцев не было никаких вестей. Выяснить, что же случилось с правителем Русской Америки и было заданием Лисянского. Идя к Кадьяку, я воображал, что в этом году мое путешествие окончится. Но ошибся. Помощник вручил мне бумагу от калежеского соедника Баранова, в которую он извещал о взятии местными жителями селения Ситкинского и просил моей помощи. Погода на Аляске даже летом переменчива. То дождь, то солнце. Оно и понятно. Север. Уютный городок Ситка живет сегодня рыбной ловлей и туризмом. Здесь тоже многое напоминает о временах Русской Америки. Сюда, на подмогу Баранову, и спешил Лисянский. 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 А в 1804 году экипаж Невы оказался здесь в самом центре боевых действий. Воинственное племя тлинкитов восстало против русских, перебив небольшой гарнизон форта. Отряд под командой Баранова, который отправился на ситку, насчитывал 120 промысловиков и около 800 алиутов и эскимосов. Им противостояло несколько сотен индейцев, укрепившихся в деревянной крепости. В те жестокие времена тактика противников повсеместно была одна и та же. В живых не оставляли никого. Если кто-нибудь из европейцев попадется к ним в руки, то нет мучения, которому бы не предали этого несчастного. Шаманы сперва обрезают вокруг черепа кожу, а потом, взяв за волосы, сдергивают ее. Этими волосами ситкинцы украшаются во время игр. После нескольких попыток переговоров Баранов и Лисянский решают штурмовать крепость. На берег высаживается десант. 150 человек, русских и алиутов, с пятью пушками. Осаждавшие, не теряя времени и закричав «Ура!» бросились на крепость, но неприятель открыл ужасный огонь. Пушки наши действовали весьма успешно, и крепость была бы непременно взята, если бы к адьякции некоторые русские промышленники не разбежались. Неприятель, пользуясь этим случаем, усилил стрельбу по нашим матросам и в короткое время переранил всех и одного из них убил. В это время убит был и другой матрос, которого ситкинцы подняли на копья. Приметив, что неприятель делает вылазку и намерен преследовать отступавших, я приказал стрелять с судов, чтобы прикрыть отступление. Потери русских после штурма составили восемь человек убитых, в том числе трое матросов с Невы и двадцать раненых, включая начальника Аляски Баранова. Подсчитывали потери и алиуты. Еще несколько дней осажденные в крепости индейцы самоуверенно стреляли в русские баркасы и даже в Неву, а потом вдруг прислали гонца с просьбой о мире. Клинки-то повторили, учились многих других народов. Они растворились среди приезжих. А 200 лет тому назад это было могущественное и грозное племя. Мальчиков с детства готовили к войне, учили держать в руках оружие и терпеть боль. Такие американские спартанцы, которые никогда не сдаются. К рассвету ситкинцы выставили на крепости белый флаг. Заметив, что повсюду насело великое множество ворон, я послал переводчика на берег. Он возвратился с известием, что в крепости, кроме двух старух и мальчика, нет ни одного человека. Они решили бросить все и бежать лесом. Сойдя на берег, я увидел самое варварское зрелище, которое могло бы даже и жесточайшее сердце провести в содрогание. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем отыскать их в лесу, ситкинцы предали их всех в смерти. Клинкиты ушли через горы и перебрались на соседний остров. До сих пор в их традициях сохранилась церемония плача, в которой они горюют о потерях той давней войны. А на месте, сожженной дотла индейской крепости, была построена новая, русская, названная Новоархангельской, куда впоследствии перебралась столица Русской Америки. Эта башня, все, что теперь от нее осталось. Ну а экипажу не вы, предстояли сборы в долгий обратный путь. Во время нашего пребывания в Новоархангельске было наквашено 60 ведер дикого щевеля. Прибавляя к этому средству брусничный сок, мы, конечно, избежим цинги. Но так как для достижения кантона требовалось много времени, я принужден был сделать следующее распоряжение. Пять дней в неделю варить щи с солониной и щевелем, с прибавкой горчицы или уксуса, а два дня горох с сушеным бульоном. В воскресенье же и понедельник я велел давать по полкружки пива в день на человека, в четверг брусничный сок, а в среду чай для завтрака. Эти земли были проданы США в 1876 году императором Александром II. Обидно, но у России не было решительно никакой возможности осваивать и охранять эти далекие 1 миллион 519 тысяч квадратных километров. Они были проданы по смешным, по нынешним меркам ценам. По 4 доллара 74 цента за квадратный километр. Это чуть больше 7 миллионов долларов золотом. Не густо. Но дело прошлое. Покуда Нева спасала от нападения индейцев в Русскую Америку, надежда двигалась к Камчатке. Но когда на многие километры вокруг океан и никаких дорог, указателей, разметок, вывесок и прочих ориентиров, как узнать, в каком направлении двигаться? Вот эта латунная штука, в которой фотографируются курсанты, вовсе не водолазный скафандр, как думают их мамы. Это чехол морского компаса. Того самого, под который ни гадяй, ни гора подложил топор, чтобы сбить с курса героев Романа Жульверна. Без морского компаса никуда. Их два на Крузенштерне. Один здесь, на корме. Это устройство называется красивым словом «нактоус», а второй на рубке. После того, как с помощью секстанной хронометра вы узнали, где находится корабль, штурм прокладывает курс, придерживаясь его и сверяясь по компасу, вахтенный ведет корабль. Корабли были в плавании уже 304 дня. Хотя каждый продолжал исправно делать свое дело, физические лишения и теснота давали о себе знать. Все устали и быстро раздражались. Толстой как взбесился. Вначале он хотел остаться на сэндвичевых островах, теперь хочет убить Рязанова, потом поджечь Надежду. Граф является, собственно говоря, невеждой. Усвоил светский тон и решил, что превосходит нас своим образом жизни. Ну, если считать глупое нахальство и грубость за благовоспитанность, то он прав. Переход Надежды до Камчатки продолжался около месяца и оказался очень тяжелым. Умер наш повар. Иоганн Нейлон, 35 лет от роду. Я надеялся привезти его живого на Камчатку, но великий жар, который переносили мы в бытность свою на Кагивы, ускорил смерть его. Все об нем сожалели. Июля первого в восьмом часу утра с Салинга увидели берега Камчатки, любезнейшего отечества нашего. Чрезмерное отдаление Камчатки от главных мест и благоустроенных стран России и настоящая ее бедность суть виною, что о ней распространилась слишком худая слава. Даже само имя Камчатки выговаривается со страхом и ужасом. За моей спиной между Корягскими и Авачинскими вулканами шумит Петропавловск-Камчатский. Самый восточный наш город. Отсюда до Санкт-Петербурга астрономическое расстояние больше 9 тысяч километров. А 200 лет тому назад никакого города здесь в общем не было. Одно название. И жителей ровно в тысячу раз меньше, чем теперь. 180 человек. Из них 25 женщин. Остальные солдаты. По выходе на берег тщетно будешь искать сделанные дороги к городу. Он и состоит из бедных, по большей части разрушающихся хижин и сушилин для рыбы. Балаганами там называемых. Солдаты днем дома не бывают, а потому, ходя несколько часов по Петропавловску, нельзя увидеть ни одного человека. Камчатка Камчатка меня очаровала. Я в ней нахожу более приятности натуры, чем в Бразилии. С той разницей, что там шаг на берег и крокодил или другая какая ехидна на человека устремляется. А здесь иди во всей Камчатке, и никакой ехидны не опасайся, ибо никем они здесь не виданы. Здесь Рязанов впервые появился на палубе со времени отплыть весну Кухивы и отправился на берег при всех регалиях. Требовать от генерал-губернатора Камчатки Кошелева ни больше, ни меньше заковать в кандалы Крузенштерна и прочих бунтовщиков и отправить этапом в Санкт-Петербург. Получив письмо Рязанова, генерал прибыл в Петропавловск в сопровождении караула из 30 солдат. Еще бы! Бунт на военных кораблях! Тикчайшее преступление! Кошелев немедленно приступил к расследованию. Мы с нетерпением ожидали разрешения этих неприятностей. Путешествие закончилось, так как Крузенштерн сдает команду, и большая часть из нас, офицеров, последует за ним сухим путем в Петербург. Его превосходительство господин Рязанов в присутствии областного коменданта и более 10 офицеров называл меня бунтовщиком, разбойником. Казнь определил мне на эшафоте. Другим угрожал вечную ссылку на Камчатку. Признаюсь, я боялся. Как бы государь не был справедлив, но будучи от него в 13 тысячах верст, всего от господина Рязанова ожидать мог, ежели бы областной командир взял сторону его. Единственное желание господина Крузенштерна, чтобы в Санкт-Петербурге его обо всем допросили. Император не будет отказывать ему в этой справедливой просьбе. Сердце разрывается, когда видишь Крузенштерна плачущим. После ругательств, которые повторить даже больно, отдавал я ему шпагу. Господин Рязанов не принял ее. Я просил, чтобы сковать меня в железо и, как он говорит, я как криминального преступника отослать для суда в Санкт-Петербург. Так как такого рода люди, как он назвал меня, государевым кораблем командовать не могут. Он пожелал со мной мириться и идти в Японию. Сначала с презрением отвергнул я предложение его, но, сообразив обстоятельства, согласился. Но с тем, чтобы он при всех просил у меня прощения, что обнес меня невинно. Рязанов был на все согласен и на сих условиях я помирился. Между нами сохранилась невольная холодность. Крузенштерн держится наиболее непринужденно. Вечером выпили, и я едва мог поверить своим глазам, когда увидел, что Крузенштерн с Рязановым танцует полонез. Крузенштерн Совместный полонез, как финал долгой ссоры двух главных героев этой славной истории выглядит каким-то абсурдом. Но, возможно, суть этого конфликта мы с вами до конца понять не сможем. Другие люди, другая эпоха. Но главное, что все, наконец, закончилось. Они помирились. И первое русское кругосветное плавание продолжалось. Правда, не для всех. Граф Толстой, например, к этому времени так всем надоест, что его здесь же на Камчатке и оставят. Дальше, искать приключения, он отправится уже самостоятельно. Побывает на Аляске и долго будет добираться до Петербурга, где произведет настоящий фурор своими невероятными историями и татуировками на теле. Грибоедов даже вставит его в галерею героев горе от ума. В Камчатку сослан был, вернулся Алиутом и крепко на руку нечисто. Но при том, граф примет участие в Отечественной войне 12-го года и за отвагу, проявленную в боях с французами, будет награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Оставив за кормой Камчатку, надежда шла к японским островам. Сегодня вечером господа музыканты давали сочиненный ими самими концерт под названием «Путешествие вокруг света». Шутка вызвала много смеха, но часто треск корабля так заглушал инструменты, что музыку совсем не было слышно. Особенно, когда в промежутках начинающаяся буря играла на контрабасе и раскидывала все подвижные предметы. Сентября 19-го. Ветер нарочито более и более усиливался. Мы заранее спустили бромрей и бромстеньки. В 6 часов пополудни барометр так упал, что мы 3 часа совсем ртуть не видали. Все время был совершенно тайфун. Волны, ударяясь о корабль, часто переходили через Оны. Ничто не могло противостоять жестокости шторма. Сколько я не слыхивал о тайфунах, случающихся у берегов китайских и японских, но подобного сему не мог представить. Тайфун. Тропический циклон высшей силы. Сопровождается мощными грозами, ливнями и ветрами. В Северной и Южной Америке называется ураганом. За последние два века тропические циклоны стали причиной гибели около двух миллионов человек. 20 сентября. Вид такой, что сердце разрывается. От парусов остались только клочья, все веревки порваны. Без парусов корабль пустынен, как после похорон. Палубу оживляют наши пассажиры, а не развешивают на ней свою мокрую одежду. Вечером мы увидели землю и поэтому легли в дрейф. 27 сентября показались берега Северной Японии. На корабле состоялось большое торжество. Посланник раздал всем участникам путешествия серебряные медали, отчеканенные в честь коронования Александра Первого и сказал торжественную речь. День сей, друзья мои, знаменит в Отечестве нашем. Но он еще будет знаменитее тем, что сыны его в первый раз проникают в пространство империи Японской и победоносный флаг России знакомятся с водами Нагасакскими. Рязанов чуть приукрасил факты. Первой в японских водах в 1793 году все же была русская экспедиция под началом Адама Лаксмана. Тогда это была самая настоящая авантюра. В Японии действовала политика Сококу строжайшей изоляцией от внешнего мира. Но Лаксману удалось договориться о некоторых уступках. Одному русскому кораблю дозволялось зайти в гавань города Нагасаки. Этот успех и предстояло развить новому посольству. Главную славу Нагасаки принес страшный 20-й век. Но город был известен во времена о которых речь это был самый большой и богатый порт страны восходящего солнца открытый для иностранцев. Правда надежду сюда не пустили. И пришлось бросить якорь в заливе. Весь берег обделан с большими трудами и искусством. Везде видны зеленеющие нивы и рощицы. Правда не мудрено, ибо здесь муравейник жителей. Однако же честь их трудолюбия. Множество перевозных судов и рыбачьих лодок под распещренными парусами беспрестанно движущиеся делают хороший вид. прибыли к нам из Нагасаки многие чиновники банджосами называемые. Не дождавшись приглашения тотчас пошли они в каюту и сели на диване. Сопровождавшиеся их знатных господ составляли около 20 человек, между коями находились несколько толмачей. Японский переводчик пытался объяснить Крузенштерну что он тоже должен преклониться перед японцами как голландцы. Не хватало только чтобы переводчик схватил Крузенштерна за спину и нагнул ему голову. И Рязанов вынужден был кланяться. Ну а наши прямые шеи представлялись им чем-то недопустимым. Конференция началась с требования отдать японцам наши ружья и порох. Также они требуют чтобы мы отдали им пушки руль и прочее. Вообще эти мало умеют требовать. Мы начали грузить весь наш порох до последней крупинки в японские лодки. После долгих споров большие господа позволили оставить шпаги Рязанову Крузенштерну и всем офицерам. все эти требования для русских моряков были просто унизительны. Судя по тому, как начиналось японское посольство, трудно было предсказать ему успех. Но уж точно никто из них не мог бы предположить, что на целых полгода члены экипажа русского военного корабля станут по сути узниками настоящей плавучей тюрьмы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»